ребята привет всем кто со мной вы знаете вчера отправляли денежный перевод на украину и все прошло то что у нас называется без сучка и задоринки быстро без потери времени с нашей стороны и каких-либо негативных эмоций и вот у меня возник вопрос думаю все так прекрасно и гладко потому что мы отправляли деньги ведь может если бы мы их получали как-то ситуация бы выглядела бы иначе спросила у своего мужа он вообще не понял о чем я у него спрашиваю а я хочу с вами в этом видео связи вот это как говорится нахлынула поделиться своими впечатлениями как я получала western union на украине и соответственно рассказать вам о тех фишках на которые которые применяют учреждения банков и обменных пунктов когда вы получаете причитающийся вам денежный перевод и как делается все чтобы это операцию сделать как можно максимально выгоднее для них но не для вас так вот вы знаете первый раз когда мне пришел денежный перевод я естественно пошла на поводу у своей лени я посмотрела по интернету и нашла пункт который проводит данные операции максимально приближенный к месту моего проживания этим этим учреждением оказался пункт обмена валюты кто не знает ребята western union это денежный перевод который отправитель из любой фактически страны может сделать вам и вы можете также получить его находясь в любой стране в максимально короткое время значит эти переводы у нас к сожалению на украине вы можете получать не везде в основном это банки и иногда это господи currency exchange это пункт обмена валюты ну так вот таким значит ближайшим ко мне учреждением оказался пункт обмена валюты но я думаю какая разница в итоге я же хотела себе время сэкономить прихожу туда спрашиваю можно ли все получить все прекрасно и вот уже когда я получила все что мне причиталось тетенька меня спрашивает а выход будете менять на гривну я говорю нет но у нее тут же конечно лицо изменилось настроение испортилось и скажем так в следующий раз когда я пришла она то меня запомнила вдруг почему-то оказалось что вот валюты у них кассе сегодня нет и может совпадение бывает я пришла во второй день и почему-то тоже при моем появлении валюты у них не было и тут я конечно все поняла вы наверняка также понимаете что естественно пункты обмена валют зарабатывают на купли-продажи валюты соответствующий раз на разнице в курсе грубо говоря и конечно же осуществлять просто операцию по выдаче вам денег денежного перевода и никак ее не конвертируя им просто не интересно поэтому возник такой инцидент так вот скажу вам сразу если у вас план был однозначно получить перевод и в любом случае переводить его в гривну и соответственно ее потратить то тогда проблем никаких но как быть если ну вас по крайней мере не устраивает курс который в данной обменке и вы понимаете что пройдя там на 10 метров ниже вы можете поменять в другой обменке или банке эту же сумму но уже дороже возможно у вас вообще были другие планы вы не хотели эту сумму пока тратить там положить ее не знаю в банк в чулок еще куда-то может быть вам нужно отдать долг тех же там в долларовом эквиваленте что делать тогда ну извините менять на гривны чтобы опять покупать доллары и при этом потерять грубо говоря на обмене это глупо и вот такая скажем так проблема была и у меня поскольку я не хотела менять сейчас мне не устраивал курс данной обменки и вот связи с этим я столкнулась такими трудностями ребята кто не знает western union это система денежного перевода которая предполагает что вы получаете причитающийся вам сумму в той валюте в которой вам отправитель ее выслал если в каком-либо месте вам предложат или тем более заявят как это было в другом пункте обмена валюты что вы знаете мы выдаем только в гривне знаете это незаконно я если честно говоря вот когда мне так вот озвучили прямо со входа я вообще была ошарашена но естественно там ни с кем что-то доказывать правду рассказывать это тетеньки в окошке что это вообще незаконно такое предлагать и так далее я не стала скажем так если вам действительно нужно срочно и вот на что они собственно и рассчитывают ребят ведь все тоже по сути обменки банки работают с 9 до 5 в то время пока вы на работе и у вас вообще нет вариантов ну скажем так в нормальное время получить все что вам положено и вы вынуждены соглашаться на их условия может быть вы даже отпросились с работы чтобы вот осуществить эту операцию на это и рассчитано ну и если вам уже конечно срочно применяйте тогда план б как говорится вы можете озвучить что вы намерены поменять половину или часть суммы ну и скажем так этот вариант как говорится и волки сытые овцы целы то есть и они что-то заработали и вы потеряли но не так много соглашайтесь тогда на это но в принципе это незаконно значит у меня планов вообще пока не было менять скажем так на гривну свой день денежный перевод поэтому мне такой вариант не подошел более того вы знаете будьте бдительны и когда вам выдают деньги тем более вот в таких обменках конечно же проверяйте их не отходя от кассы но смотрите на качество купюр скажем так один раз я столкнулась тем что мне выдали там потрепанную 5 долларовую купюру вот которую потом когда я принесла уже там через сколько-то месяц к ним же на обмен то вот эта тетенька мне заявила ой вы знаете мы такое взять не можем я говорю почему ну как она же ветхая она ветхая и там еще кстати она была надорванная посредине и соответственно я вам могу ее поменять на минус 30 процентов от ее стоимости вот это я бы назвала вот так но к сожалению без очков не могу рассказывать очень солнечно дело понимаете даже было не в этой купюре 5 долларов и не в тех там полутора долларах которые бы я потеряла а дело было в принципе ребята если бы это была купюра в 50 или в 100 долларов но почему я получив в этом месте эту же купюру должна потом ее менять но еще и и намного дешевле ее номинальной стоимости но я считаю это просто обдираловка кстати более того я уверена просто что это же тетенька потом бы продала следующему скажем так жаждущему эту же купюру но только уже по ее полной стоимости положив себе разницу в карман вот ну скажем так проколовшись на этих двух вариантах я решила что тогда нужно искать заведение которое однозначно не будет предлагать никаких то незаконных сделок и ничего незаконного соответственно решила пойти в банк прихожу в банк и вот тут возникает следующая фишка ребят не спрашивает а вы клиент нашего банка я говорю нет ну вы знаете тогда вам нужно заплатить я уже не помню там по моему 90 гривен или что-то такое чтобы стать грубо говоря это как членский взнос вы будете таким образом клея уплатив этот взнос вы считаетесь клиентом нашего банка и соответственно тогда сможете получить свой перевод прямо сейчас у меня пауза я понимаю что это очередная туфта и говорю девушка я говорю платить ничего не хочу но я хочу получить свой перевод в чем проблема ну ей же отступать некуда она тогда ну тогда вам нужно заказать эту сумму и на следующий день вы ее придете получите но я понимаю что это тоже туфта ребят ну как это в одном из крупнейших банков украины и у них нет там 200 долларов в кассе но это смешно просто думаю ладно что делать у меня время есть говорю хорошо давайте я закажу эту сумму завтра приду получу в общем смех ситуации в том что она сделала реально вид что заказывают какие-то деньги то есть не взяла с меня не данных не телефона там грубо там для про форму просто имя спросила это даже никуда ничего не записывала из чего я сделала вывод что меня просто пытались ну вот так вот немножечко склонить на определенные дополнительные мне ненужные траты прихожу на следующий день получила все абсолютно без проблем и вот вы знаете диву даюсь вот анализирую все вот это происходящее и я бы охарактеризовала это так знаете вот как у нас бизнес построен в украине без лоха и жизни плоха это вот грубо но по сути так и получается то есть кто-то просто знаю кому-то может быть срочно кто-то уже махнет рукой знаете ведь по сути мы на украине привыкли что мы постоянно что-то теряем и мы уже где-то в глубине души мы к этому готовы и поэтому соглашаемся у кого-то нет времени ездить там что-то заказывать кто-то отпросился с работы специально приехав за этим переводом кому-то срочно нужны деньги и вот так вот знаете там один заплатил 2 2 поменял потом поменял еще раз в общем вот так вот вся эта система и крутится поэтому ребят подводя итоги данного видео хочу сказать если не ведитесь на все вот эти уловки конечно же выбирайте сами что для вас дороже и потери или для вас там тех же там 200 гривен или 500 что для кого деньги но лично мое мнение знаете украина это та страна где даже 200 гривен и даже сейчас в принципе рядовому человеку есть куда потратить так почему же его нужно дарить кому-то или отдавать тому же банку я в этом абсолютно не вижу смысла поэтому если вам заявляют сходу что выдают деньги только в гривне и никак иначе если вам пытаются вручить ветхие купюры просто их не берите если вам предлагают платить какие-то взносы дополнительные или забронировать суммы заранее ребята знайте это все ну такие такое есть грубое слово это развод по-другому наверное я это назвать не могу если вам видео хотя бы как-то было полезно ставьте лайк если у вас были какие-либо другие ситуации или есть что добавить пишите в комментариях и мой посыл в интернет просто не поддавайтесь на ухищрение всех наших структур анализируйте и прежде всего блюдите в дите свои интересы на этом всем пока пока встретимся в новых видео всех обнимаю люблю пока